Всем привет! Вы на канале Вовчик Плей, с вами Владимир и Ольга. Завтра, среда, 29 сентября, в игре пройдут плановые технические работы. Сервера будут недоступны с 9.00 до 13.00 по московскому времени. Также в это время будет недоступен официальный сайт, а с 9.00 до 12.00 сайт службы поддержки. Знаю, что всех вас интересует, будет ли завтра досрочный выпуск, и как можно получить снаряжение пятого уровня заточки. Обещанный досрочный выпуск сезона плюс перенесен, к сожалению, на 13.00 октября. В качестве извинений перед игроками, которые ожидали данное обновление, ПА готовит небольшие ивенты, такие как Эхоразлома, и надеются на наше понимание. Что это за ивент, ребята, узнаем завтра. К сожалению, никакой информации по этому ивенту я не нашла. Кроме того, поскольку выпуск был отложен, будут проведены ивенты, которые позволят быстрее развиваться после перехода на обычные серверы. Перенос досрочного выпуска, как я полагаю, связан с тем, что разработчики не успевают перевести на языки локализации послесезонный контент в виде поддержки развития. Но все же кое-какая информация о данном контенте есть. Чтобы помочь новым игрокам адаптироваться к игре, контент разделен на 7 категорий. Основные квесты, журнал приключений, убийства, рейды, кулинария, охота, разделка обучения, советы. Покупать данную подписку не нужно. Она будет доступна всем персонажам, которые выпустятся с сезонного сервера. Постепенно выполняя задания, вы будете получать дополнительные награды. Данная система поощрения уже есть, например, в BDO Mobile, а также в других играх. То есть вы выполняете определенное количество квестов в каждой категории. У вас есть основная награда, это сверху шкала, вы видите. И есть награда, которая отображает общее выполнение задач. Это шкала снизу, которая вот в процентном соотношении. Если вы досмотрите данное видео до конца, вас ждет еще одна важная информация, которая наверняка вас заинтересует. А пока я вернусь к обновлению. Теперь, когда персонаж мистик, волшебница, волшебник иного ничего не будут делать в течение определенного времени, в ситуациях, которые вы сейчас видите на своих экранах, их призываемые существа также не будут двигаться. Ну, связано это. Вы все прекрасно знаете, с чем множество жалоб было на АФК фарм мистиков, но при помощи призывных существ. И вот дабы убрать абуз данного способа, было и введено вот данное ограничение. При обработке, наполненной благословением эссенции, с помощью простой алхимии, можно будет снова получить использованные для ее изготовления предметы. Я так понимаю, что было множество обращений в техподдержку о том, что люди случайно объединили и сделали вместо средней баночки две маленькие. И вот, чтобы не разбирать эти письма, сделали способ вернуть итемки обратно. Рейтинг и очки каждой гильдии были добавлены к статусу осады территорий. Они будут отображаться с того момента, когда гильдия уничтожена. Кроме того, очки и рейтинг остаются такими же, как и раньше. Дифференциальная компенсация выплачивается в соответствии с рейтингом только в том случае, если до конца осады территории осталось две или более гильдии в отсутствии владельца территории. Были внесены улучшения. Когда вы используете инструменты для возведения осадных построек во время захвата, узла описания отображаются при наведении указателя мыши на каждую постройку в отображаемом пользовательском интерфейсе. Ну и обратите внимание на ивенты, которые завтра завершаются. Удары грома – мощный источник молнии. Завтра перестанет появляться баф на плюс 20 атаки. Тренировка с пугалом – это 50% скидка на книжки для тренировки, также завтра завершается. Надежно спрятанный подарочный сундук от Эйселин. Завтра закончится данный ивент. Перестанут падать вот такие коробки. Если мне не изменяет память, то это лучший ивент среди ивентов вот с таким дропом на спотах, который был. Мы сегодня открыли где-то что-то около 700 данных коробок. И коротенькое видео будет на нашем канале позже. Я покажу вам, что мы из этих коробок достали. Но мы остались довольны. Закончится ивент «Поймайте попрыгушку Чопи». То есть перестанут приходить вам в достижениях морковки. Вы больше не сможете получить награды за милашку Чопи и за попрыгушку Чопи, а также титул там дается. Особое время – 24 часа в сутки. Это был баф на 300% боевого опыта, по-моему, 50% опыта навыков. Ну и, в общем, там большой перечень был бустов. Он завтра закончится. Награды за вход на выбор. Завтра заканчивается календарь, как обычно. И с 0 часов со среды на четверг стартует новый календарь. И завтра закончится у нас прокачка Корсара до 61 уровня. И если вы не успели это сделать, больше награды за Корсара вы не получите. В последнем обновлении на Корее были изменения для спотов Эльвии. Есть вероятность, что завтра это завезут и нам. Там были снижены рекомендуемые атаки для всех спотов, кроме Сайджиков и Кровавого Монастыря. Где-то на 10 атаки, где-то на 20 атаки. А на Сайджиках и Кровавом Монастыре увеличили количество монстров. Ну и также было внесено изменение, что инвентарь транспорта не открывается при взаимодействии со складом. Ну и обещанная важная информация. Появилось описание способа получения 20-х босс вещей из 20-й Тувалы. Этот способ подвезут вместе с досрочным выпуском 13 октября. Ну, пока я вам скажу, только собирайте свитки призывных боссов. Они вам пригодятся. Также печать боссов с мировых боссов. И отдельное видео по этой теме будет чуть-чуть позже на нашем канале. Если понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. Если станете спонсором канала на YouTube, либо оформите платную подписку на Twitch, получите подарок в виде особых иконок для меню выбора персонажа. А на этом все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok